Пятая попытка, шестая попытка. Последнюю зацепил. Зацепил. Чем зацепил? Ногами. А голова где была? Голову отвернул. А пятый почему не зацепил? Потому что я спешил, Саныч. Спешил и головой лез и не получал. А сейчас ты делаешь то же самое. Разборы полетов и ежедневные тренировки вместо отпуска. Это не наказание для Александра Леснова. Победитель универсиады учит уроки первого в его жизни сезона в большом спорте. Семь больших стартов, три из которых международного уровня. Бронза чемпионата мира, серебро первенства России, золото универсиады. И казалось, медаль московского чемпионата мира по легкой атлетике тоже будет. Не тут-то было. Я не могу уснуть просто. И понимаю, что мне надо это сделать. Я не могу. И утром я встаю. И, как говорится, у меня мышцы полностью расслаблены. И не получается. В общем, перегорел я. Это опыт на всю жизнь. Так что надо делать выводы и стремиться дальше. Конечно, Олимпиада. Беда. Беда на Олимпиаде. Я буду, вот три года, я буду сейчас, как говорится, пахать. В том, что в жизни обычного парня из станицы Старомышастовской обязательно будет Олимпиада. И не одна, уверен тренер. Как говорит Александр Синицын, у него на спортсменов высокого уровня те, что одарены природой чутье. Без малого 40 лет. Саныч, как называют его ученики, растит в звезд легкой атлетики мирового уровня. Шевченко, Короткевич, Абакумова. И тех, кто бил рекорды, и тех, кто день за днем готовил к ним спортсменов, пригласили сегодня на торжественный губернаторский прием. Александр Ткачев благодарит за настоящий спортивный кубанский триумф. Сегодняшний триумф наших спортсменов, завоевания, достижения, победы. Конечно, этого ничего не было без огромной поддержки наших тренеров, наших наставников. И я знаю, сколько вы даете сил, возможностей выращивать спортсменов таких вот пеленок до золотых медалей. Тем дороже слезы, которые мы видим на ваших глазах, когда во время награждения играет российский гимн и поднимается российский флаг. Мы заявляем всему миру. Я с Кубани. Для нас, поверьте, это тоже очень важно. Это чувство, когда наш спортсмен поднимается на пенестал, безусловно, оно завораживает. Оно не сравнится ни с чем. Край доказал всему миру. Богат не только на именитых спортсменов, много молодых и талантливых. На универсиаде в Казани кубанские спортсмены завоевали 48 медалей. 34 из них золотые. По количеству завоеванных наград Краснодарский край занял третье место среди регионов России. Оставив позади Москву и Московскую область. Все получилось. Я рад. В копилку нашей страны я бросил еще одно золото. Ура! Я счастлив. Я счастлив, действительно, потому что наша страна самая лучшая. Мы самые сильные. Мы номер один во всем мире. Ура! Я счастлив. Ура! На счету Данилы Изотова в этом сезоне шесть медалей. Три универсиады, серебро и две бронзы на чемпионате мира по водным видам спорта в Барселоне. Это бронза, это золото, да? Да, я посмотрю. Здорово. Наши отчеты. Вот что ты? Кубанскому народу, да? Здорово. Выдающимся назвал Александр Ткачев результат Марины Гришиной. Спортсменка из станицы Павловской стала первой в истории края чемпионкой сурдолимпийских игр. В Болгарии на соревнованиях для людей с нарушением слуха Марина выиграла медали всех достоинств. Соревнования, если кто не знает, приравнены в России по значимости к олимпийским играм и паралимпийским играм. Вот такие у нас таланты живут рядом с нами. Поэтому еще раз хочу поздравить, пожелать успехов. Если есть такие результаты, значит со спортом в крае все в порядке, говорит Ткачев. Значит правильно, что ежегодно регион выделяет больше 10 миллиардов рублей на строительство больших и малых спортивных сооружений. Благодарность и денежные премии Александр Ткачев вручил сразу нескольким тренерам, в том числе и наставнику олимпийского чемпиона Арсена Галстяна. Премии за победы губернатор вручил спортсменам. Спасибо вам за вклад, за поддержку, за надежду, что вы верите в нас. Растут стадионы, подтягиваются дети, растут чемпионы. Действительно Кубань спортивная. Спасибо вам за это. И Кубань вперед, мы верим. В общем кратко. Александр Николаевич, большое спасибо за то, что вы большой вклад вносите в развитие спорта на Кубани. Большие усилия вкладываете, чтобы всем людям, не только здоровым, но и инвалидам были возможности заниматься спортом. Большое спасибо Людмиле Александровне Черновой за то, что поверила в меня, за то, что предоставили мне большую возможность попасть на Олимпиаду, заниматься спортом. И в дальнейшем мне бы хотелось, чтобы больше внимания уделялось деткам, инвалидам, нарушениям слуха, с которыми я планирую работать. От всей спортивной общественности, от тренингского коллектива хотел бы вам пожелать крепкого здоровья. А как президенту футбольного клуба Кубань, хотелось бы вам сегодня пожелать 2-0 в пользу Кубани. Медаль из рук Александра Ткачева получила министр спорта Края Ледмила Чернова и указом президента. Присвоено звание заслуженного работника физической культуры и спорта. Новых побед от кубанских спортсменов ждут уже через несколько месяцев. Теперь уже от сборной по зимним видам спорта. Быть одним из лучших обязывает положение региона, в котором будет проходить главное спортивное событие планеты.